Привет, друзья! Вы у меня на канале, и сегодня с Денисом мы готовим бургеры. Бургер будет прям как мы любим, чтобы вот аж по рукам текло. И по усам. И по усам. Ну по усам, если не видишь, я настроил усы в космос, поэтому не должно. Тихон, поскольку умеет, запилит для бургера офигенные крафтовые настоящие булочки. Я такие не умею, я все время покупаю булочки в магазине, потому что я криворукий. А Тихон может, у него вот еще такая штука есть, которая у меня нету, это называется тестомес. Он нам поможет со страшной силой сделать крутые булки. По ингредиентам все на столе, по готовке все увидите. Не забывайте подписываться на канал Дениса, крутые рецепты, YouTube канал, Instagram, Facebook, Яндекс.Дзен. Вообще огнище рекомендую. Ну как Денис сказал, я сегодня буду замешивать булки. Что-то типа бриоши, то есть они такие сдобненькие, мягкие, сладенькие должны получиться. Приятный коричневый цвет, что мне нравится. Ну и собственно, я думаю, ты замешиваешься мясом. Да. Я тесто. По мясу, короче, я стараюсь в основном найти вот такие вот котлеты. Если я не нахожу такие котлеты, я могу заморочиться, взять дешевую мраморную лопатку. Она реально дешевая, есть практически везде. Вот. Обычную говядину, все это 30 на 70 замесить. И если вам кажется, что это недостаточно жирно, вы можете еще добавить говяжий жир. И будут офигенные котлеты. Вот. Но... То есть здесь стопроцентная говядина. А здесь стопроцентная мраморная говядина. Тут вот у них даже должно быть написано где-то Black Angus наверняка. Ну, оно и написано. Вот. Ну, этих хватает прям более чем. С ними даже особенно дополнительно, кроме соли и перца, делать ничего не надо. Приготовление бургеров лучше начинать с приготовления теста, потому что это достаточно долгоиграющий процесс. Для хороших булок нам понадобится 180 грамм яиц, 75 миллилитров молока, сахар, соль, дрожжи, сливочное масло, мука. Все ингредиенты будут в описании, чтобы проще было. Вы меня все время ругаетесь, что их нет. И мы начнем замес с теста. Яйца у нас отправляются в миксер. Это можно замешивать руками, но так будет проще, чище и быстрее. Отправляю туда молоко, сахарный песок и сухие дрожжи. Соль я добавляю вместе с мукой, не добавляю ее к дрожжам, потому что она имеет свойство обламывать работу наших дрожжей, и тесто не будет так хорошо подходить. Поэтому вначале перемешиваем сахар, яйца, молоко, дрожжи. Они у нас чуть-чуть оживут, начнут работать. Потом добавляем сухие ингредиенты. Все перемешали, добавляем муку, соль и замешиваем среднее густое тесто. Как только тесто сформировалось, мы закидываем туда 100 грамм сливочного масла, порезанного на кубики комнатной температуры, и вымешиваем 25 минут. Ну и по истечении 25 минут у нас с тобой получается такой шикарный тесто. Ну это, конечно, бомба, да. Да, я прямо сейчас бы уже собрал бы из них бургер. Причем вот то, что я тебе говорил, сработал глютен, и оно тянется прям просто бесконечно. Слушай, а вот сработал глютен, вообще ты как профессионал и человек в кухне, имеющий самое прямое отношение. Что скажешь вообще про глютен? Слушай, ну да, сейчас большое количество людей, у которых есть его непереносимость, но если ты можешь его есть, тебе от этого неплохо, то почему бы не наслаждаться хорошими бургерами с домашними булочками? Да, да, согласен абсолютно, то есть в этом плане аллергии нет, живи и радуйся. Да. Так, ну и поскольку тесто мы с тобой замесили, у нас теперь с тобой два варианта. Быстрый вариант, это убрать на 2 часа в холодильник, и можно с ним работать. Если мы готовим бургер, например, на сутки, ну через день хотим готовить, то мы спокойно закидываем это в холодильник, оставляем на 24 часа, потом с тестом даже более удобно будет работать. Прикладываем его в мисочку. Наш варик 2 часа. Да. Несмотря на то, что оно липкое, оно чисто отходит от емкости. Ну это масло дает, да, такое сточное количество? Итого, у нас там прошло 2 часа, тесто подзастыло, сформировалось, и мы сейчас будем делать булочки. Тебе я доверяю делать кольца, в которых наши булки будут выпекаться. Так, дорогу покажешь? Да, спонсором наших колец будет выступать банка варенья от родителей, банк от варенья родителей, диаметр 10 сантиметров. И ты берешь фольгу, которую я заготовил, то есть это просто фольга, которую я там в 4 раза вот так вот скрутил, и натягиваешь ее на банку. И начинаешь складывать, как бы таким замочком, просто затягиваешь ее, чтобы она вот в такое плотное кольцо превратилась. И аккуратненько потомские банки снимаем. Здесь можно немножко как-нибудь подзащипнуть, чтобы она не раскрутилась. Вот такие вот замечательные колечки для булочек у нас получатся. Кайф! А я займусь развесом булок. Нам для того, чтобы получить хорошую булочку из этого кольца диаметром 10 сантиметров, нужно раскидать тесто по 80 грамм. Это уже просто на личном опыте, таком выверенный вес. Лучше пользоваться кухонными весами. Если нет, примерно посмотрите на картинке, какого диаметра шарик теста получается. Кидаем тесто на весы. Вот, 80 грамм. Берем эту булочку в будущем. Вкладываем на доску. И вот такими движениями руки подсобираем шарик. То есть у нас рука встает, как пещерка. И вот так вот по спирали. Здесь, наверное, примерно 5 сантиметров, да? Да, вроде того. Это шутка, которую моя жена очень любит. Почему женщины плохо паркуются, да? Потому что всю жизнь их убеждают, что вот это 15 сантиметров. И перекладываем это тесто в кольцо. То есть в нашей булке есть примерно пространство в 2 раза, чтобы увеличиться. И теперь все это дело мы с тобой затягиваем пленкой. И им нужно расстояться примерно 2 часа. Это время, чтобы они увеличились в 2 раза. Ну, то есть здесь будет сразу видно, они дойдут по размеру до наших колец. А если, например, врубить духовку, они быстрее не любят? Тут главное не сильно горячо, не больше 50 градусов, чтобы было. Если есть такие духовки, которые с, как это сказать, снежным режимом, в которых можно там 35 градусов поставить, было бы вообще идеально. Но даже если духовка не греет, можно поставить в духовку и снизу мисочку с теплой водой. Там такая... И крышку, наверное, открыть еще. Нет, наоборот, закрыть. Чтобы там такая как банька легкая образовалась, теплая. И все, и оставляем их подходить. Подходить. Не такое-то простое дело бургеры жрать. 4 часа ждать, просто ждать. Булочек. Булочек. Ну и смотри, Денис, у нас прошло 2 часа, и наши великолепные булочки подошли, как я обещал. Выглядит уже бомбезно. Вам не видно? Нам видно. Огнище. Вот так. Пахнет куличом. Ага. Пахнет, да, прям с долой такой, как надо. Так, обмазочку. Ты говорил обмазочку. Да, теперь мы делаем обмазочку. Для обмазочки яишку. У меня на этом моменте обязательно в яишков попадает скорлупа. Ложку столовой буквально, да? Дан? Да. Взболтать и процедить. А процеживается это, чтобы что? Чтобы вот этих вот густых комочков белка не было, и когда мы сейчас будем бургеры обмазывать, не было таких тянущихся соплей за кисточкой. И теперь это яичной смесью аккуратно просто смазываем наши булочки, соответственно, этим яйцом. Смотри, тут, кстати, есть тоже две крутые фишки. Если мы смазываем наши булки смесью из яйца и молока, мы получаем глянцевый блеск. Так. Есть вариант смазать просто молочком, лучше жирным, в шести процентном, тогда получается такой красивый матовый цвет. Это вот, ну, просто прикольный лайфхак. Да. А есть что? Молоко там, или... Да. Сколько у нас здесь? Двадцать, двадцать, двадцать. Двадцать, двадцать. Подходит, не подходит? Не очень. Ты хочешь одну такую такую? Ну, можно, да, было бы сделать. Давай попробуем. Одно молоком, чисто смазанную, одну... Сейчас две яичком смазываем. Просто аккуратно. Для красивого цвета. Ниже практически не тянется яйцо. Кисточку протерли. И теперь молочком. Кисточку протерли в основном для того, чтобы в комментах никто не написал, что кисточку могли бы и мамыть. Да. И теперь мы все ставим запекать. Да, запекаем при 175 градусах примерно 15 минут до красивого золотистого цвета. Они еще у нас поднимутся. И очень круто, если вниз духовке поставить какую-нибудь миску с горячей водой, чтобы было больше пары. И тогда они тоже будут лучше подходить и набирать высоту. Единственный этап, который занимает всего лишь 15 минут, а не 2 часа. Это вот... Еще остывать минут 10 будет. 25. На этом мы готовы. На этом мы готовы. Ставим булки. Теперь я еще больше хочу их сожрать. Я сейчас прям вот вообще себя держу в руках максимально. Наши замечательные булки готовы. Посмотрите, какие они классные. Вот эти две, которые мы смазывали яйцом, они получились более темные, более глянцевые. Вот эти с молочком такие, более матовые. При этом офигенно пропекшаяся донышко. Мягкая, эластичная. Даем им остыть буквально 10-15 минут, чтобы их можно было порезать. Наконец-то приступаем. Да, тем временем можно пожарить котлет. Сейчас я котлетосы освобожу. Мы уже прям сейчас поедим, да? Да, уже почти. Уже осталось все прям. Мне ничего не надо 2 часа ждать. Выстаивать, вымешивать. Я понял, это мой огород камень, да? Я пока освобождаю булочки и нарезаю их на две части. Огонь, мне нравится такая толщина мяса. Да, она идеальная. Она идеальная, как бы все. Мы их сейчас еще постараемся прожарить так, чтобы они у нас были с соком, чтобы не было у нас полного Валдана. Попытаемся, а там уж как получится. И вот такие шикарные булочки. Булочки, конечно, выглядят просто бомбезно. Котлетки солим. Они не соленые у нас внутри. Абсолютно. Вот так вот каждую хорошенько, потому что у нас, в общем, получается достаточно сладкое блюдо, кстати, как ни странно. И котлетки перчим. Ну что, и немножко-немножко-немножко-немножко-немножко-самую малость масла. Чуть-чуть. Прям вот в дыху. Чтобы масло можно особенно не перебирать, потому что котлеты у нас сама по себе очень зирная. А, это жир говяжий. Давай, короче, теперь зажарим бейкон. Как работает твои чудо техники? А, даже так. Нано-технологии. Хорошо, однако. Сейчас оно тут все как резко зашкварчит. Я, знаешь, почему я думал бейкон во вторую голову? Потому что, чтобы у нас жир от него нальется в полный рост. Сольем, если что. В раковине. У нас подписчики это любят. Бекон на салфеточку. Салфеточка заберет лишний жир, бекон начнет хрустеть. Получится очень хорошо. Еще, кстати, можно, чтобы вот так вот не заморачиваться со сковородкой, взять две матерчатые салфетки и положить между ними бекон и запихать его в микроволновку на пару минут. Соответственно, весь жир уходит в салфетки, они впитывают. И получается сухарь. И сколько по времени примерно? Да пару минут. Это прям такой быстрый лайфхак. Если неохота устраивать дома задымление, можно микроволновкой делать бекон. Будет прям то, что надо. Ну и пока ты жаришь бекон, я подготовлю остальные топпинги. Это огурцы слайсами и помидоры колечиками, да? Да, так точно. Я тебя еще, знаешь, попрошу отдельно чесночину разрубить. Окей. Вот такими тоненькими слайсами. Какие особенности у нас в мясе? В мясе у нас особенностей вообще никаких, кроме того, что это мраморное мясо. Вот. Вкусное, жирное. А мы сейчас его сделаем еще более жирным. И запигарим его на сливочном масле. Да, сейчас я его победю, а то оно у тебя тут под тесто растопилось как следует. Так, отруби, пожалуйста, половинку чесноку. Оп, я позволю себе посвинствовать немножечко. Во! Огнище. Чесно, чище. Посмотрим, что из этого выйдет. Я давно не брался за сковородку. В основном все это добро у нас на гриле происходит. О, божечки. Опять как вкусно выглядит. Сейчас это дело мы буквально по 2 минутки с двух сторон. Булки мажем сливочным сыром. Это будет наша нижняя основа, да? Да, это будет нижняя основа. Сливочный сыр. Вот так, хорошенько. Котлеты сейчас по мере готовности немного подскукожатся и будут как раз по диаметру к нашим булкам подходить идеально. Бекон распадываем? Да, бекон наваливаем не жалеючи на булки. С беконом всегда все вкуснее. Абсолютно согласен. Чесночину, я думаю, мы можем смело убирать, потому что дальше она будет просто гореть. Пока ждем котлеты, я предлагаю еще промазать верхние булки соусом теста. Это мой любимый соус. Вот тут поддерживаю. У меня еще два соуса любимых. Есть соус теста, есть соус барбекю. Вот это вот два варианта, от которых слетают тапки. Пахнет невероятно. В сочетании со сливочным, которое на нижней полке у нас, это будет бомбезно. Сюда специально никакого красного соуса не надо, потому что это вот прям тесто, сливочный сыр, говядина, бекон, помидор. Будет обмиво. И выкладываем в сыр. Сыр. Чеддер, конечно, хотелось бы желтый. Это тоже будет самое оно. Желтого чеддера что-то не нашлось. Наверное, все дело с коронавирусом. Бургеры. Бургеры. Да, я прям чую, как сейчас это будет хорошечно. Что, выкладываем? Да, давай. Наверное, уже так хочется жрать. Очень хочется. Что, давай. Сверху помидорку. Сверху огуречек. И как бы, да, да, не гриль, но будет очень здорово. Я бы даже еще, знаешь, что бы добавил в охотку, но это можно будет сделать в следующий раз. Когда будем делать, опять же, приглашаю, когда будем делать на гриле, я бы вот сюда вот еще бахнул пармезана и убрал бы это дело именно в гриль, чтобы он прям и потом закрыть, запечатать. Вот это прямо. Но мы сейчас и так вкусно пожрем. Что нам осталось сделать? Закрывать и есть. Можно, конечно, листочек салата было положить и так далее и тому подобное, на нижнюю булку. Но это делают, если вы не собираетесь съесть, это прямо сейчас. Мы собираемся съесть, это прямо сейчас. Ну и пришло дело к тому, что мы наконец-то, наконец-то сейчас разрежем его пополам, покажем вам, какой он красивый, какой он сочный и будем жрать. Постоянная рубрика, кстати, на моем канале «Михайлик жрет». Так, ну что, теперь самая важная часть «Аржа Рамба». Ох, какой он, какой он, какой он, а? Это великолепно. Вообще никак ему не помешало, что он не на гриле. Он их ни разу. Песто просто вообще заходит. Бургер, шиндевар. Материально очень вкусно. Тот самый бургер. Спасибо тебе. Спасибо, что позвал. Зови чаще. В этом плане я всегда рад. Это, друзья, мои правильные ПП. Ну, в смысле плотно пожрать. Руком течет, как ты и обещал. Ну, а на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Дениса, на мой канал. И до скорых встреч. Буду очень рад. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok